Я ваша крыша. США требуют от союзников больше денег за защиту. Я ваша крыша. США требуют от союзников больше денег за защиту. 8 часов 5 декабря 2019 года. Обновлено. 8-10 5 декабря 2019 года. Reuters, Eve Herman. НАТО в Великобритании. Reuters, Eve Herman. Москва. 5 Декрия новости. Максим Рубченко. На юбилейном саммите НАТО Дональд Трамп обвинил партнеров в невыполнении финансовых обязательств перед Альянсом и пригрозил, что США не будут защищать неплательщиков в случае войны. Таким образом, под вопросом оказался основополагающий принцип Североатлантического блока. Агрессия против одного союзника считается нападением на всех. Сколько нужно платить в НАТО сейчас и как Трамп намерен повысить расценки в материале Reuters новости. Нет денег, нет защиты. Дональд Трамп нанес сильный удар по НАТО. Напомнив, что США тратит на оборонные нужды более 3% ВВП, глава Белого дома обрушился с критикой на союзников с меньшим военным бюджетом. У некоторых намного ниже 1%, и это недопустимо. А если что-то случится, мы должны их защищать. Это несправедливо, это всегда было нечестно, заявил Трамп журналистам. Эксперты сразу отметили, что американский лидер фактически дезавуировал статью 5 учредительного договора НАТО, предполагающую, что нападение на любого участника альянса считается агрессией против всех и блок должен встать на защиту союзника. Это основополагающий принцип. 6 сентября, 8 часов. Выигрывает только Россия, Запад устал от антииранских санкций. В августе 2019-го Трамп вновь и укорял союзников, экономящих на платежах в бюджет Североатлантического блока. НАТО очень несправедливо по отношению к Соединенным Штатам. Возмутился он все в том же Твиттере. Чтобы его успокоить, руководство альянса в конце ноября пересмотрело формулу взносов в бюджет организации. Долю Германии подняли с 14,8% до 16%, а США сократили с 22% до 16%. Как выяснилось, Вашингтону этого мало. Если европейские страны не захотят увеличить расходы на оборону, мне придется что-то делать с торговлей, пригрозил Трамп. А с торговлей у меня все карты на руках. Зачем вам деньги? Примечательно, что на юбилейном саммите Трамп фактически признал, что конкретных врагов у НАТО сейчас нет. Думаю, мы должны поладить с Россией, подчеркнул глава Белого дома. В этой ситуации обоснованным выглядит вызвавший скандал высказывания французского президента Эммануэля Макрона, которое он повторил на саммите. Прежде чем говорить об увеличении бюджета, Альянс должен четко понимать, какова его основная цель. 10 сентября, 8 часов. Кому достанется Украина, Киев готовят распродажу страны по требованию МВФ. Никто не нуждается в НАТО так, как Франция, поэтому я считаю опасным. Когда Париж выступает с подобными заявлениями, гневно откликнулся Трамп. Возмущение американского лидера понятно. США зарабатывают на защите союзников огромные деньги. Прежде всего на торговле оружием. Так сложилось исторически, что именно американцы устанавливают оборонные стандарты стран НАТО, поэтому они главные поставщики оружия и военной техники членам Альянса. По сути, требование Трампа увеличить взносы в бюджет НАТО маркетинговый ход. Европейцев это совсем не радует. Накануне саммита министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли призвала США прекратить навязывать другим странам блока свою военную продукцию. Нельзя допустить превращение под давлением Вашингтона 5 статьи Устава НАТО, говорящая о солидарности, в статью F-35, которая заставляет покупать американские вооружения, отметила она в интервью Journal of Dimanche. 5 июля, 8 часов. США вынудит Европу отменить антироссийские санкции. В ноябре, в ходе переговоров с Южной Кореей о дальнейшем функционировании в стране военных баз США, администрация Трампа объявила Сеулу об увеличении платы за защиту в 5 раз, с 893 миллионов долларов в год до почти 5 миллиардов. Причем если раньше американцы пересматривали расценки раз в 5 лет, то теперь заявили о ежегодном удорожании. Иначе сокращение контингента в Южной Корее на 4000 человек. Сейчас в стране находится 26500 военнослужащих США. Корейская делегация была этим шокирована и прервала переговоры. Однако наблюдатели уверены, в конце концов Сеул примет ультиматум Трампа. В 2021 году предстоит перезаключать договор об американских базах в Японии, так что Токио тоже пора раскошеливаться. В данный момент в Японии несут службу около 55 тысяч американских солдат. За это страна восходящего солнца платит около 1,7 миллиарда долларов в год. Сюда следует добавить закупки в США вооружений, бесплатную аренду недвижимости американскими военными, безналоговый режим для них и другие льготы, которые оплачиваются японским правительством. В итоге получается около 2 миллиардов. 29 ноября, 8 часов. Дожили. В Европе начинается пенсионный кризис. Но Вашингтон уже предупредил Токио, что, после того как в марте 2021 года истечет срок действия нынешнего соглашения о военных базах, платежи придется увеличить в 4 раза до 8 миллиардов в год. Американские военные базы есть примерно в 140 странах. Их общий бюджет в 2020 финансовом году, по оценке контрольного управления Министерства обороны США, 24,4 миллиарда долларов, без учета расходов на боевые действия. Судя по всему, Трамп собирается увеличить эту сумму как минимум до 100 миллиардов. Как пояснил в марте этого года советник, теперь уже бывший, американского президента Джон Болтон, Вашингтон хочет, чтобы союзники не только покрывали все расходы на содержание военных баз на своей земле, но еще и доплачивали 50% сверху за привилегию находиться под защитой США. Продолжение следует...